У этих спортсменов тяга к победе и превозмогание написаны на лицах. Армрестлеры собрали возле своих столов больше всего зрителей. Среди рукоборцев есть и женщины. Милена Семенова одна из них. Как только она завершила свой круг, не пошла отдыхать, а побежала болеть за свою команду из Нижней Мактамы. Милена Семенова в армрестлинге уже 15 лет. За стол она впервые встала еще в студенческие времена. Она постоянный участник спартакиады сельских жителей. До 2012 года выступала за команду Старого Суркина, а после переезда за Бактаму. Почему она любит этот с виду неженский вид спорта, у Милены своя версия. Скорее всего, когда я родилась, и моя сестра, и я, мама с папой ждали мальчиков, и от природы мне дали силу. Ну вот так, как-то так. На участие в соревнованиях заявилось больше 30 команд из сельских поселений района. Организаторы предложили участникам 9 видов спорта, но из-за погоды лыжную гонку пришлось отменить. В этом году организаторы решили разделить спартакиаду на два турнира – зимний и летний. Плюс участников разбили на три группы по численности населения в их селах. Первая группа до 700 человек, вторая – от 700 до полутора тысяч, и третья – больше полторы тысячи человек, проживающих в селе. Вторая по зрелищности – состязание гиревиков. Мужчинам нужно было поднять над головой гири общим весом 48 килограммов, женщинам – одну гирю в 16. А это имя слышал весь зал. Так громко кричали болельщики. Игорь Рябов в гиревом спорте уже 18 лет. Занялся им, потому что зал, где он тренировался, разнообразием снарядов похвастаться не мог. Пять лет назад он переехал в Абдрахманово, с тех пор постоянный участник спартакиады. До этого пробовал силы в Заинском районе. Максимальный вес гири я поднимал 32 килограмм на каждую руку. А если говорить о другом весе, то это занимался штангами, подготовительные упражнения к гиревому спорту – это становая тяга, это приседания. Ну, не выше 150 килограмм работал. Кроме силовых видов спорта в программе состязаний – плавание, шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и игры ГТО. В последнем – целый комплекс упражнений. Прыжки в длину, отжимания, пресс и бегом обратно. Формат он новый, интересный, многие не понимают, как это игры ГТО, как они проходят. Думаю, что после первого года внедрения игр ГТО, на следующий год мы увидим 2-3 раза больше народу. Потому что формат интересный, формат доступный и у всех есть шансы выиграть. После всех соревнований судейская коллегия начала подсчет результатов. Лучшим среди крупных сельских поселений оказалась Минибаева, среди средних сел – Тойсуганово. И Сиренкинская команда на первом месте в третьей группе.